приветствую всех друзья мое вам почтение всем привет вам шлю привет из монтона с нашего дека летают птицы кричат какие-то звери у нас ноябрь и у нас с вами есть немножко рыбки будем ее готовить в мангале у нас есть скумбрия и у нас есть форель и я вам обещал в прошлом видео что вам покажу как я готовлю рыбу как мы ее готовим в принципе это классический рецепт как ребята я уже сделал небольшие приготовления для того чтобы не затягивать видео для того чтобы все получилось красиво и я вам расскажу что у нас есть сегодня видите ветер немножко повышит рыбку у нас есть эти две скумбрии которые мне достались на пирсе у нас есть радужная форель красного цвета рыбка мы ее пока здесь оставим вот классический рецепт выглядит так что делается так называемая так называемый матрас из лука начинивается рыба лимоном перчится солится чуть-чуть подливается оливковым маслом я вам покажу закладывается листочек и тогда уже получается у нее такой настоящий натуральный хороший вкус я хочу сделать это с двумя видами рыбы и рыба меня уже видите это я тогда после рыбалки режек чтобы почистил головы по отрезал и положил в морозилку для того чтобы рыба долго в морозилке не лежала не перед не перемерзала ее желательно готовить как можно быстрее как бы сразу вот значит для этого для приготовления так называемого матраса рыбьего матрас это называется рыбий матрас готовится лук но он режется такими кусочками не кружочками кусочками и высыпается на фольгу у каждой рыбки будет свой матрас и своя обертка вот значит также я заблаговременно порезал сюда чеснок две головки два зубчика для того чтобы добавить только лишь добавить аромата рыбе это не для того чтобы она была там чесночного вкуса или для того чтобы она была и уже муха прилетела так мы рыбку начиняем лавровым листиком мы ее немножко подсаливаем значит вот такая солька у нас есть розмарин с солью селью помарин ромари так и уже и уже осака это прилетела и также в пузик мы и вкладываем два лимончика чтобы она не была слишком кислой я заблаговременно все порезал для того чтобы видео уже у нас было с вами предметное не так как видео как коля режет лимон у себя на деке потом мы ее заворачиваем но мы заворачиваем скажем так а стоп еще чуть не забыл мы ее приперчиваем перцем у нас есть перец молотый он больше дает аромат хорошо так при перчем он не есть острый он есть горький он дает аромат да он немножко такой как бы с горчинкой но он не есть совсем прям такие же горький острый так берем оливковое масло для того чтобы она не была сухой мы ее еще сверху чуть-чуть вот так вот поливаем оливковое масло тогда она когда пустит сок она будет вообще такая жиренькая мокренькая то есть не сухая вот мы подготовили одну обертку таким образом сильно мы не заворачиваем откладываем в сторону у нас тем временем в том дом мангал уже у нас прогрет я его протопил перед этим наложил дров сейчас мы отрываем у нас такая линия зубчиками главное не порезаться когда ты отрываешь эту фольгу делаем матрасик для второй скумбрии надо еще оставить на эту на форель чтобы не осталось так теперь мы берем вторую скумбрию опять же сюда мы ее кладем мы ее так чтобы на нас ровно завернулась два лимончика мы можем то даже одного хватает я вам скажу я не сторонник много лимона в рыбе потому что она потом получается к это кислая и просаливаем и мы ее проперчиваем так же у нас получается такая вот красота такая вот у нас обертка получается теперь мы ее тоже поливаем немножко оливковым маслом чтобы она была у нас не сухая она будет все это шкварчать все это будет соком рыбы давать свой вкус свой сок мы его немножко так тоже при заворачиваем но полностью не заворачиваем делаем такую тоже оберточку это у нас пойдет на решетку то есть это будет не на углях это у нас будет стоять на решетке теперь таким же образом но только наверно фольги надо будет в два раза больше наверно как она даже мятая светом где свет отразился и не по глазам лупануло так сейчас мы будем делать то же самое с нашей форельку мы делаем вот такую подстилку можно лучок сверху тоже это неважно как она будет главное ей дать хорошо специи и дать лимончик чтобы она была ну такого как бы вам сказать вкуса достаточно острого потому что сама по себе рыба она она вкусная но иногда хочется хочется добавить ей немножко остринки так где наш где наш лавровый лист чесночок тут у нас будет лавровый листик в серединке лимончик так видите ветер есть немножко фольгу нам заворачивает ребята не претендую на большие какие-то кулинарные там премии там или еще что-то я вам просто показываю тот метод который мы используем всегда по отношению готовки скумбрии и форели и я надеюсь что вы для себя может быть что-то там новое увидите тоже лимончик в середину как уточки в попочку ей яблочко сейчас мы это все дело тоже перчиком затираем так нам нужно придавить эту фольгу потому что ветер небольшой ветер есть я вам скажу ветер очень хороший и нам совсем не доставляет никаких хлопот немножко еще присолим вот у нас такой тоже получается у нас такой батончик хорош сейчас мы его еще аликой прельем так чтобы она была немножко ну стекала и она там давала вниз так смотрим теперь мы это все аккуратненько аккуратненько делаем такой оборачиваем и очень важно чтобы мангал уже был горячий чтобы она в нем быстро запеклась рыбе много не нужно и не нужно долго ждать чтобы она не пригорала чтобы она там долго не ждала своего времени то есть вы как уже в горячую духовку ставите сейчас мы глянем что у нас там с мангалом с температурой сейчас мы с вами переместимся к мангалу он у нас уже видавший виды он у нас уже немножко подгоревшие вот тут но мы его используем ребята это не не так как люди берут мангалы и там раз в году на пропане зажигают мы его используем используем его по назначению сжигаем много друг у нас уже горячий там тоже температура 300 градусов сколько и вот так вот аккуратненько шипит мы его закрываем нам показывает по цельсию 122 градуса горячий я думаю а и пошла вверх расти температура чуть-чуть но я думаю что минут 10 мы подождем даже вверх еще пошла даже но хорошо там уголь хороший жар хороший я его там используют такие вот такие вот палочки эти палочки я режу из тех берез и осин которые растут у нас на участке это очень важно иметь на участке свои деревья для того чтобы можно было резать себе дрова по поводу олени ребята лени видел вчера утром и получается него там у нас бегают на этом на заднем дворе там получается поле какое-то ну вообще там эта земля я смотрел это кого-то фермера который уже фермерством не занимается и там вот бегали три оленя но я их вам в конце видео покажу для того чтобы вам уже было совсем интересно вот а сейчас мы делаем паузу и возвращаемся уже минут через десять-пятнадцать когда наша рыбка уже подготовиться так ребята рыба уже доготовилась я уже проверял но я даже не приходилось разворачивать ученцом показываю скумбрию дам как она есть сейчас мы с вами будем пробовать ты взял такую лепешечку значит я поднесу ее тут камере чтобы было лучше видно чтобы я тень не создавал какой она получилась на свет и на цвет то есть она получилась на цвет очень красивая скажем так она не сухая она достаточно сочная единственное что ребята я вам честно признаюсь она немножко не до соленая сейчас я возьму соль наверно я ее но буду присаливать и и вроде бы после у меня всегда все так получается больше у меня не до соленый картошка пюре если я готовлю там или еще не все не до соленых хотя вроде бы я вы видели и я как бы достаточно хорошо так смачно солил и поэтому я не знаю почему вот но сейчас будем пробовать смотреть что из этого я уже пришел с солью вот сейчас мы еще немножко тут я вот я вот раз просыпал так ребят мне казалось что будет достаточно что получилось какое оно получилось очень важно было ее не высушить сделать своем соку такая она и получилась с лавровым листом с лимоном да ребята чем сказать во первых очень сильный рыбный запах такое как вам сказать когда я в прошлый раз готовил камбалу и переборщил с чесноком тогда практически камбала было другого вкуса не не камбалиного чесночного здесь здесь вот именно запеченная с горячая скумбрия она не сухая можно ее употреблять вместе с лучком как он как вам передать вкус но она вкусная она это блюдо можно повторять ребята повторению я буду делать еще дело в том что я понял немножко по поводу форели я уже этом поковырялся сам тоже покажу по поводу форели что наверно все таки форель надо было мариновать она толще она больше хотя не знаю те час будем пробовать ее тоже может присолить чуть-чуть весь сок остается в фольге он никуда не девается главное выстелить фольгу вот таким вот ну вот такой вот ванночка да сделать обертку такую чтобы весь сок оставался там кости есть не без этого но их мало это же морская рыба ребята очень хорошо очень хорошо и вкусно ну кости извините из-за кости вот все будем пробовать своем форель что из себя представляет форель очень даже берем форель ребята значит как мы видим на форель уже немножко сейчас мы вам покажем ее во всей красе знаю как камеру наклонить так чтобы было все четко хорошо видно сейчас мы выставим так вот у нас вот так вот форелька даже наверно когда тень даже лучше цвета лучше передается значит что получается если мы берем форель сейчас я вам ее просто покажу какая консистенция значит форель приготовилась она приготовилась на ней вот есть ее шкура то есть кожа не но как бы не подгорела не облезла там ничего она вот вся на месте какая она есть она запеклась красивенько так стоять вот и если ее вот так вилочкой сверху берешь не ребят тоже надо соль перца дал хорошо в самый раз и вот наверно еще раз и присолить надо перца даже наверно многовато получилось у меня немножко ядрененько но как-то бывает через раз этот перец он то горький то не горький сейчас попробуем с солькой ну ребята у меня всегда такой бог в готовке я боюсь пересолить знаете как не досол на столе пересол под столом на ну так конечно всем другое дело и с лучком и чесночком ребята я вам скажу что тоже очень хорошо получилось рекомендую этот рецепт повторению тоже ребята я вам на камеру покажу что я это ем и это не выбросил что она все получилось нормально и очень важно вот видите бульончик этот супчик остался внизу тоже косточка рыба вот поэтому ребята я боюсь что я сейчас все слопаю саши ничего не останется очень даже ребята очень важно чтобы сок рыба оставалась в соку потому что если к примеру берете заворачивать и просто да и вы ее там как бы завернули фольги и она у вас на мангале лежит вы потом разворачиваете да она там закипает внутри протушивается про оготавливается а потом вы достаете разворачивать она вас немножко может быть суховатая а здесь она просто но она не вареная она вот именно как тушеная получается да просто вот один небольшой такой вот момент что нужно просто и делать вот в таком вот приподнимать эту фольгу пусть ничего особенного как бы не нету тут да просто нужно поднять фольгу она очень даже хорошо ребята я вам скажу очень хорошо получилось рецепт повторению вы видели то есть очень важно сделать вот так фольгу полить немножко оливковым маслом у кого нет оливкового там или растительное возьмите там подсолнечное просто мы здесь используем оливка как ни странно в канаде оливковое масло дешевле чем sunflower oil до чем подсолнечное здесь также есть продажи еще разные другие масла такие как сезам там масла даже которые давят из семечек винограда но в цене тоже не сильно отличается а потом есть канола в это которая рапсовое масло но но очень странно что допустим пол-литровая бутылка подсолнечного масла стоит 10 долларов нас тут бывает если найдешь оливковую по акции то в два раза дешевле взять оливковое масло из туниса или там из испании чем sunflower какого-то непонятное происхождение но подсолнечная да как-то так поэтому я не выпендривался что там показывает он масло там оливковое обязательно нет это просто она здесь дешевле очень странно вот ребята ну что засим всем пока рыбка получилась хорошая всем советую повторению рецептик и готовимся к зиме у нас ноябрь пока еще у нас плюс 10 на календаре полмесяца но сегодня уже утром был заморозок машину нужно утром уже отогревать и уже на стекле стекло шкрябать уже на зимней резине так что все это зеленое это хвоя или это кипарисы там или какие-то допустим там другие растения но то что вы видите зеленые это в основном хвойные березы и липы уже все и осины уже все облетели вот еще у нас такая хвойка летит с этого слистили вот ребята всем пока всем счастливо до свидания до новых встреч и привет вам из монтана